Потом, когда пошла информационная супер-парадигма, то ключик превратился в заветные слова, когда, например, по щучьему велению, то есть вернулись, на самом деле сделали шаг вперед, но вернулись к предыдущим, к сказкам, когда Сим Сим, откройся, уже не ключик, а мы говорим пароль и логин на самом деле. И к этому пришло развитие общества в 21 веке. У нас на каждом аппарате везде стоит пароль логин, то есть Сим Сим, откройся, только под разными вариантами. Мы к этому и пришли. И получается так, что все равно человек, вот как бы не ходил он какими-то кругами, как бы он не совершал какие-то дальние путешествия вокруг Земли, там поперек, еще как-то, внутрь бурили Кольскую сверхглубокую, хотели найти ад или рай, плюнули на это дело, но попытка-то была, попытка была в Марианскую впадину опуститься, достигли дна, ничего не увидели, поднялись в космос, опять ничего не увидели. Почему? Потому что вот эти все исследования, они проходили по материальной составляющей, когда люди пытались из материи создать что-то такое неописуемое, как, например, в старых повествованиях, допустим, в Гипербореи или в Атлантиде существовал какой-то такой секретный металл, орехалк или еще как-то он назывался, который был создан вот таким каким-то специфическим способом и он был такой чудесный. Вот раньше в механической системе я всегда понимал, что мы должны из наших механических, химических элементов взять что-то такое и сделать какое-то чудесное открытие. Сегодня мы понимаем, что чудесное открытие делается не из химических элементов, а из описания их. Поэтому, например, студия Голливуд, она давно уже не летает в космос, никто уже не летает на Луну, все прекрасно пишут отчет о полет на Луне, который состоялся, да, и подробности этого полета на Луне. А как физически туда слетать, до сих пор не знает. Вот я еще раз напомню, что я по образованию все-таки закончил кафедру ракетных двигателей. И вот когда я уже потом уже после института, через лет, наверное, 10 своего преподавателя, а он 30 лет возглавляет, возглавлял к тому времени аналитический отдел КБП, это одна из военных структур, я у него спросил, говорю, про полет, намекнул, а он говорит, тебе с твоим образованием, говорит, даже стыдно об этом спрашивать. Ну, то есть это настолько большой обман. Ну, а с другой стороны, как мы можем в нем разобраться, если у нас есть, ну, предполагалось тогда, что у нас есть все протоколы, у нас есть все записи, у нас есть видео. Потом уже к 2016 году оказалось, что видео нет, протоколов нет, пленки исчезли, грунт исчез, и вообще он никому оказался не нужен, да, нечего изучать на этой Луне. Так вот и получилось, что материальная вселенная, она постепенно начала вытесняться информационной вселенной. И когда уже пошли фильмы типа «Матрица», «Пятый элемент», вот эти все такие забойные фильмы, которые немножко перековывали наше сознание так аккуратненько, правда «Матрица» не аккуратненько, а очень дубово, она ударила, как говорится, по голове, но это было необходимо в то время, чтобы люди начали привыкать вот к компьютерному миру, который уже сегодня, «Матрица» была в 98-м выпущена, и смотрите, мы сегодня уже адаптированы полностью ко всем гаджетам, так называемым. Так вот и возник вопрос. Да, она действительно, окружающая нас вселенная, включающая нас, она, да, может быть, являться вот какой-то информационной записью, которая записана в каком-то компьютере. И сразу же возник вопрос, а что это за компьютер? Потому что мы же видим, вот у нас есть компьютер, в него записано, но мы больше него, он нас не может записать к себе внутрь, он может записать только образ. Наш и то в каком-то уровне, то есть, допустим, не на глубину, без массы, без каких-то еще химических, физических процессов, то есть не полностью написать. А чтобы мы вот себя чувствовали так, как вот мы себя чувствуем, должен быть какой-то компьютер, который записывает все эти параметры, плюс он их еще генерирует так, чтобы мы это все чувствовали. И плюс еще это прокручивается в нормальной скорости в реальном времени, то есть это какой-то суперкомпьютер с такими данными, что нам они вот сегодня пока даже осмыслить мы их не можем. И самое главное, мы не можем понять, как это так, что мы сегодня находимся внутри компьютера, как это вообще вот физически понять. И, возвращаясь к организму, я как раз где-то в районе 2009 года со своим коллегой, доктором физико-математических наук, он работал как раз в этом институте, мы написали в соавторстве книгу про вакуум. И эта книга первой стала, потому что в ней была описана структура вакуума и конструкции его, как он устроен вообще принципиально, и что может из него происходить. Потому что к 2009 году наука накопила очень большое количество данных о вакууме. Ну, например, может быть, для многих из вас это будет удивительно, но стала известна, например, температура кипения вакуума, энергия вакуума, которая была гораздо больше, например, условно говоря, чем при ядерном взрыве, снимаемые с того же количества вещества. Из вакуума к тому времени уже был получен материал. То есть спрессовывая вакуум большим давлением, уже получили материал механический, который был похож на деревенскую дерюшку, вот так вот, когда все переплетено. И это все в научной прессе существует. Ну и также много различных других параметров вакуума. И когда мы принялись сделать эту концепцию, то у нас получилась очень интересная штука. Перед тем, как я ее вот озвучиваю, эту концепцию, я скажу, что мы прошли вдвоем около 50 научных конференций, в том числе и международных. Самое главное, что они все были закрыты и секретные. И чтобы присутствовать на каждой конференции, требовалось разрешение ФСБ с синей печатью. И, естественно, на территорию прохождения каждой конференции пускали только по специальному разрешению, потому что это режимные объекты все. Это Обнинск, например, Саров, где там вообще город за корючей проволокой. То есть это специфические места, где были доложены результаты вот этой книги. И везде они проходили, ну не то, что на ура, конечно, но нормально проходили, как и должно было быть в среде, когда вокруг тебя еще 200 человек, докторов физико-математических наук, которые знают и понимают, что ты им говоришь. Что представляет из себя вакуум? Вакуум представляет из себя систему колец. Простейший элемент — это пара колец. Вот электрон — это одно колечко, крутится, допустим, вот так. А позитрон — это под ним второе колечко, в противоположную сторону. И своими магнитными моментами они как бы друг к другу так притягиваются. И делается одно нейтральное колечко, ну двойное такое. И обе стороны этого кольца, они крутятся бесконечно, то есть они не привязаны к времени и не теряют никаких свойств. Это тоже все известно. И вот это колечко стало единицей вакуума. Дальше. К одному колечку вот таким образом второе. И вот так их четыре перпендикулярно. И потом пошло, пошло, пошло. И вот так получается огромная 3D-структура, состоящая вот из таких колечек. Размер их я уже сейчас не помню. По-моему, 10 минус 12. Ну это порядок атома и меньше. Но это на самом деле сейчас неважно. В результате получается, что вот те вещи, когда нам говорят, что космические корабли летают в межзвездном пространстве, которое является вакуумом, то реально они летают вот в этой структуре. Дальше, когда пошли расчеты, оказалось, что структура эта по плотности в 4 раза выше, чем сталь. И она является твердым веществом. И вот тут, конечно, это было где-то в середине книги. Это было очень удивительно, потому что как бы уперлись в стену, потому что как же тогда получается, что мы твердые тела проходим сквозь твердое тело и не замечаем реакции твердого тела. Мы же не можем вот, допустим, сквозь палец, мы у нас же получается, что мы его чувствуем. Долгое время потребовалось на то, чтобы решить эту задачу. И оказалось, что когда в 19 веке выдающиеся ученые разрабатывали теорию эфира, они приходили к этому же тупику. Все как один, и Мах, и Лейбинц, по-моему, я сейчас не помню уже там фамилию, но Мах точно, они приходили к этому тупику, когда у них получалось, что эфир – это твердое вещество, которое тверже стали. И они не могли понять, как может человек перемещаться внутри твердого вещества, и заканчивали свои изыскания. В 1939 году было открыто новое явление – сверхпроводимость и сверхтекучесть. И все стало на свои места, потому что при нулях градусов и при сверхтекучести твердое вещество проходит через твердое без трения. То есть, допустим, рука проходит через эту руку, не замечая, что здесь была рука. Они проходят одно сквозь другое. Но это был 1939 год. И когда я вот это все понял, дальше мы доисследовали структуру вакуума и сделал доклад в специальном центре, который занимался сверхпроводимостью и сверхтекучестью, то да, вот получил от них, от специалистов одобрение такой системы. И получилось, что в итоге у нас получается, что нас обнимает вакуум, который является кристаллическим телом, у которого есть упорядоченная, жестко упорядоченная решетка в трехмерном состоянии. И вот дальше происходит чудо. В этом вакууме каждый квант вакуум, он является условным нулем, то есть он ничего не показывает. Мы его опознать не можем никак, потому что он не является веществом. Он является абсолютно нулем и при нулевой температуре. Но если в этот квант вакуум, вот в такое колесико попадает квант света, он его разрывает. И при этом разрыве происходит интересная штука. Электрон уходит вверх и останавливается на своем месте, а позитрон вниз. Получается шарик. Вот этот шарик является первым нейтроном, из которого потом делается вещество. При том, как в вакуум попадает первый квант света, из него появляется первый атом водорода. А дальше уже по этой системе уже начинает плодиться вещество. И вот этот момент, вот эта реакция, когда из вакуума появляется атом водорода, она называется в физике реакция рождения пары. А когда нейтрон или протон анигилируют, это называется реакция аннигиляции то есть это все известно причем на коллайдерах на синфрофазотронах это все было исследовано и сфотографировано и все вот эти вот движения все эти аннигиляции не засняты картинок очень много просто не было объяснения и вот что теперь получается что у нас представляет собой вакуум он представляет собой огромный кристалл в котором некое существо лазером в виде света рисует химическими веществами любое тело то есть если мы встанем на позицию условного бога с ручкой лазером и мы начнем так вот рисовать мы можем нарисовать человека мы можем рисовать гору планету и она будет внутри вот этого вакуума вот чем штука то интересно и получается теперь если мы выворачиваем всю систему наизнанку и становимся на позицию творца то для нас человечество которое мы же нарисовали этим светом она становится обычной игрой 3d игрой который мы и даться мы запрограммировали нас вот такой мощный компьютер мы запрограммировали мы все показали и теперь смотрим как вот люди копошаться как они делают свою цивилизацию как они растут дерутся стреляются любит рожает и все это вот под неусыпным оком нашего так скажем божественного существа вот он как бы кристалл вот он как бы физически полностью то есть это нельзя говорить что это какая-то метафизика или около какая-то наука это обычная сегодняшний день физики которые изучается в соответствующих подразделениях институтов и академий вот он у нас кристалла которым идет речь просто некоторые люди у которых чувственность развита более тонко и она как бы не совсем даже мозгом иногда помнимается они об этом начали говорить раньше чем физики пришли вот к открытию вот такой структуры вакуума теперь что происходит дальше если мы изнутри конечно будем продолжать методами физики исследовать нашу реальность что мы в общем то будем ходить по кольцу потому что у нас нет ни инструментов нет ничего но если мы немножко потесним бога на его табуретки сядем с ним рядом мы будем смотреть на то что он с нами творит то мы можем понаблюдать по крайней представить как он это делает и понаблюдать за тем как развивалась вообще вся система как она развивалась сначала произошел первый сейчас что я буду говорить я читал доклад в институте физики земли ран на одной из очень крупных международных конференций посвященных как раз строение земли фрагмент я из него сейчас расскажу когда в вакууме происходит рождение первой пары то следом за рождением этой пары от разрыв этого колечка высвобождается очень большое количество энергии это тоже известный факт это так называемая термоядерная энергия как только некоторую область загорится то начинает формироваться новая звезда в этом месте с нашей точки зрения мы воспринимаем как звезду эта звезда может быть большой маленькой если она допустим маленькая условно говоря вот такая она там погорит какое-то время схлопнется и превратившись в шаровую молнию схлопнется сгорит и все и больше ее нет а если она занимает какие-то миллиарды километров то эта звезда ведет себя совсем по-другому она начинает сама гореть и внутри у нее сердцевины она начинает гореть облучаясь со всех остальных сторон и там начинают формироваться химические элементы которые гораздо более тяжелые чем водород сначала идет гелий потом литий и доходит в обычной звезде доходит до железа и до никеля до этих элементов как только доходит до этого если звезда очень большая то у нее начинает формироваться стадия так называемые сверхновые звезды железо и никель собирается в одну оболочку и замыкают эту звезду внутри себя получается такая звезда диаметр ее по официальным данным которые посчитаны наблюдаемых примерно порядка десяти километров то есть это не очень большая и вот это вот оболочка железо никелевая вверх с нее сначала весь слетает а внутри остается такой конденсат который называется нейтронный конденсат и он представляет из себя такой как бы ну белый суп белая месь молоко условное и вот эта звезда в этой капсуле она продолжает некоторое время существовать а потом за счет нейтринного охлаждения тоже известный процесс она приходит к определенной температуре что дальше получается а дальше получается так что из внутри в этом супе продолжается химические реакции они выстреливают из полюсов вот этого шара сначала водой потом еще химическими элементами и вот это все оседает на поверхности и формируется планета с ядром внутри вот как у нас например у нас металлическое ядро внутри она как раз образовалась из-за того что наша планета раньше была нейтронной звездой а вокруг нее это уже то что оттуда вылилось не знал когда вот из кастрюли убегает там что-нибудь кашка как это вот примерно так причем первое химическое вещество физическое которые начинают окутывать первую эту планету это вода и вот после того как наша книжка вышла через пару лет были открыты звезды у которых из полюсов истекали огромные потоки воды то есть буквально фотографии есть они в сегодня тоже есть это вот звезда и из двух полюсов у нее вот так вот большими условно я сам дали такие потоки воды причем эти потоки они по оценкам ученых больше чем вся вода в нашей вселенной в личной публике то есть это огромные все вещи